Кинозал запер один из посетителей торгового центра. Игорь Востриков, потерявший в пожаре троих детей, жену и сестру, выпустил видеообращение. Он рассказал, что следователи показали ему записи с камер наблюдения, сделанные во время трагедии. Двери в кинозал были открыты. Их закрыл посетитель, чтобы не допустить проникновения дыма. Но в результате запер зрителей с детьми внутри. Они промедлили, пока не добрались уже до выхода. В коридоре был густейший дым, абсолютно непроглядный. И какой-то мужчина принял решение запереть дверь, заложить щели и дожидаться спасателей. Но спасателей, как вам известно, не прибыло. Этот мужчина, по информации Игоря Вострикова, спасся. Людям, которым удалось покинуть кинотеатр, помогали сотрудники торгового центра. К закрытому залу могли пробиться только спасатели, но не успели. Трое жителей Кемерово уже обратились в прокуратуру с жалобой на бездействие сотрудников МЧС и правоохранительных органов. Юристы советуют идти еще дальше и подавать иски о возмещении морального вреда против владельцев торгового центра и государственных служб. Людям причинен значительный моральный вред. И это не те деньги, которые на сегодняшний день выплачиваются. Естественно, человеческая жизнь стоит гораздо больше. Хочу обратить ваше внимание, что буквально вчера Верховный суд высказался на совете судей о том, что размер морального вреда должен быть значительно повышен. Сегодня моральный вред оценивается, извините за цинизм, в три копейки. В МЧС кивают на администрацию и охрану у Зимней Вишни. Их не было на месте, никто не встретил пожарных, чтобы показать, где заперты люди. До сих пор спорят и о причинах пожара, но в Следственном комитете, кажется, определенные выводы уже сделали. Выдвигаются две основных версии. Это неисправность системы противопожарной безопасности. И вторая версия, которая выдвигается лицами, которые привлекаются нами к уголовной ответственности, это должностные лица и специалисты. Они утверждают, что возможен самоподжог с помощью открытого огня. По данным Бастрыкина, запах горящей проводки посетители центра чувствовали за сутки до трагедии. Но кто больше виноват, владельцы Зимней Вишни, спасатели, местные или федеральные власти, люди бурно обсуждают и на улицах Кемеровы, и в социальных сетях. Власти на это отвечают по-своему. Мы видим, что, к сожалению, идут вбросы через социальные сети, в том числе и за границей, для того, чтобы посеять и панику, и посеять недоверие, столкнуть людей между собой. Вот этого, безусловно, нельзя допустить ни при каких обстоятельствах. В то же время родственники погибших жалуются. Кто-то стирает видеозаписи и фотографии их близких. Данные исчезают не только из социальных сетей, но даже с телефонов, жертв трагедии. У меня изъялись фотографии с телефона, все мои фотографии, которые от ребенка остались. Вчера смотрели, а сегодня просто с WhatsApp все фотки удалили. В больницах Кемерово остаются десятки пострадавших. Одного из них, 11-летнего мальчика, этим утром перевели из реанимации в обычное отделение. Это он выпрыгнул с горящего здания. Кроме того, трое пропавших без вести нашлись живыми. На месте пожара жители города решили разбить сквер. За это решение на сайте администрации проголосовали более 25 тысяч человек. Мэрия решает, как заставить собственника сделать это. По словам главы Кемерова, здание восстанавливать не стоит. Никто в него уже не пойдет. Роман Перл, Карина Чернышева, Артевиай.